Продолжит программу сообщение со Святой Земли. Ровно год назад, в непосредственной близости от места крещения Господня, на берегу реки Иордан, открылась русская паломоческая гостиница. Участок земли в заповеднике был передан России правительством Хашемитского королевства Иордании в бессрочное и безвозмездное пользование в феврале 2007 года. Решение о предоставлении места для возведения русского страноприимного дома было принято по инициативе короля Иордании Абдаллы II. Осенью прошлого года страноприимный дом принял первую группу паломников. 26 июня 2012 года в открытии страноприимного дома участвовали президент России Владимир Путин и принц Иордании Газейбен Мухаммед. Освящение совершил блаженнейший патриарх Святого Града Иерусалима и все Палестины Феофил III. А в ноябре того же года русский дом паломника посетил святейший патриарх Московский и всеярусий Кирилл. Неутомимые паломники из России и других стран осваивают новый для себя малоизведанный маршрут. В религиозно-археологический заповедник место крещения Иисуса Христа. Кроме места крещения здесь сохранились руины византийских храмов V-VII веков, пещеры и источник Иоанна Крестителя, гора пророка Ильи, откуда он был взят на небо. Паломников радушно принимает русский страноприимный дом. Страноприимный дом включает в себя все, что нужно современному православному паломнику. Уютные двухместные номера со всеми удобствами. Трапезную. Здесь в месяц могут принять две тысячи человек. Это вечно работает, то есть постоянно можете пользоваться душем, воды видимо-невидимо. И самая, конечно, благодать Божья, что река Иордан в нескольких метрах от этого страноприимного дома. Познакомились, исповедались, причастились, потрапезничали. Очень-очень нас хорошо, гостеприимно приняли. На территории паломнического центра устроена часовня, в которой совершается богослужение. Здесь молятся не только паломники, но и бывшие наши соотечественники, сотрудники посольств России и Украины. Крещение, которое проводилось 18 января, а потом на следующий день при участии посла России и других послов, богослужение проходило впервые в храме Иоанна Претечи. Вы видите, какой это прекрасный храм, и на Пасху здесь уже было очень много людей. Нам всегда не хватало присутствия в Иордании своего российского духовного начала. С большим удовольствием всех своих гостей, которые будут приезжать непосредственно к нам в гости, и просто людей, кто приезжает в Иорданию, добро пожаловать в страноприимный дом русской миссии на реке Иордан в Иордании. От дома ведет оборудованный спуск к реке. Паломники с удовольствием совершают омовение в священных водах Иордана. Во имя отца и сына, если как говорится. Впечатление очень хорошее. Я думаю, что нам даже повезло, потому что мы одни из самых первых тут. А я думаю, что через пару лет тут будет уже совсем по-другому. Будет уже побольше людей, будет больше толпа. Так что нам просто повезло. А впечатление хорошее. Тут спокойно, тихо, помолиться можно хорошо. Незабываемые впечатления получают паломники из разных стран, посещая святые места и русский страноприимный дом. Ветхозаветные и христианские святыни, экзотика пустыни, в которой есть маленький русский островок, оставляют в душах людей желание вновь и вновь вернуться сюда. Субтитры создавал DimaTorzok